Здравствуйте, дорогие друзья! Во второй половине октября я всегда начинаю заниматься подготовкой своих древовидных гортензий к зиме. Хоть и считается, что это очень неприхотливый кустарник, но, конечно, все равно небольшое определенное время им надо уделить, чтобы они у нас хорошо перезимовали. Посмотрите, конечно, вот сейчас вид совсем не такой, так как она уже отцвела летом. Это совершенно непередаваемая красота с огромными белыми шапками. Ну вот как вот таких красавиц не подготовить к зиме? Посмотрите, как она шикарно цветет, как невеста стоит. Вот единственное, конечно, после дождей у нее соцветия намокают, и ветки начинают немножечко обламываться. Я от нее уже, кстати, отсадила два новых кустика побегами. Пойдемте покажу. Вот один куст. Смотрите, тоже какой уже стоит огромный, шикарный. А вот здесь вот второй у меня немножечко. Он помоложе. Но у него, самое интересное, тоже уже дал боковой побег, который можно будет отсадить и получить еще один экземпляр цветущего красивого кустарника. У гортензии вообще существует несколько видов обрезок. Это у нас идет санитарная обрезка, формирующая, молаживающая обрезка и обрезка на цветение. Но существует много мнений и советов, когда все-таки обрезать гортензию осенью или весной. Есть везде свои плюсы и минусы. Я свои гортензии обрезаю два раза. Первый раз это у меня идет осенью обрезка. Это такая санитарная. И второй раз обязательно уже обрезка на цветение. Но я ее провожу весной. Только и сразу хочу сказать, такую обрезку надо проводить до начала сокодвижения, чтобы не навредить нашим растениям. Я сейчас перейду к другому кустику и покажу вам подробно, как я обрезаю, потому что здесь просто не очень удобно снимать. В чем заключается моя обрезка? Вот посмотрите, у гортензии вот такие вот крупные соцветия, вот такие вот шапки. И представляете, вот сейчас зимой у нас нападает снег, потом, может быть, оттепели какие-нибудь дожди, осадки, и в результате здесь будет такой лед, и наши вот такие вот веточки начнут благополучно клониться к земле. Они хорошо, если просто будут клониться, а то вот под своим весом они нам сломают все побеги. И очень часто, к сожалению, бывает, что ломаются как раз не в том месте, где бы нам надо. То есть получается, побег гораздо короче, чем бы мы его могли оставить весной. Поэтому сейчас обязательно я уберу вот эти все коричневые соцветия, и заодно по пути буду смотреть и убирать какие-нибудь слабые побеги и какие-нибудь высохшие веточки. Обрезаем мы побеги прямо непосредственно сразу, вот прямо внизу под самим цветком. Срезы мы делаем слегка наискосок, чтобы вот если будет идти дождь, чтобы капли дождя не оставались на месте среза. Конечно, можно обрезку на цветение провести и сейчас, чтобы весной не тратить лишнее время. Но дело в том, что не знаем мы, какая у нас будет зима, бывают и морозы сильные, а у гортензии бывает, что концы побегов подмерзают. Но на самом деле это не страшно, потому что древовидный картинец ведет на побегах текущего года. Но все равно, вы понимаете, если я вот сейчас сделаю нужную мне высоту куста для следующего года, а кончики у побегов подмерзнут, значит весной я его обрежу еще ниже, и уже у меня не будет того растения, которое бы я хотела видеть. Поэтому я поступаю именно так. Да и потом вот именно весной хорошо видно, какие у нас перезимовали побеги, какие не перезимовали. Вот попутно, когда я прохожу и срезаю отсветшие соцветия, здесь вот видите, вот, например, у меня побег, он абсолютно сухой и ненужный. Он и в этом году, на нем ничего не было. Его я удаляю как можно ближе к земле. Дальше. Вот тоже видите, как высоко сломался побег. Я его тоже удаляю. Здесь вот смотрим. Тоненький-тоненький побег. Он потом на следующий год не даст новых побегов хороших, с будущими цветами. Его тоже убираем. Дальше вот здесь у меня во внешнюю сторону от кроны вырос вот такой вот молодой побег. Он свел, но вы видите, какой на нем мелкий цветочек. То есть на следующий год вот из этих вот почек у нас даст он опять побеги, но они будут такие же тонкие. А мне он не нужен в этот раз. Во-вторых, он выбивается у меня из всей кроны. Поэтому я его тоже уберу. После того, как я убираю все соцветия, убираю все сухие, ненужные мне веточки, я обязательно кустик на зиму связываю. Для чего? Для того, что опять же, когда будет много снега, если вдруг такое будет, куст может вот так у нас весь развалиться и тоже весь попереломаться. Но прежде чем обвязывать куст, надо посмотреть. Вообще, гортензия – это листопадный кустарник, то есть он сбрасывает листья. Но бывает так, что часть листьев попадает у нас в центр самого кустика. Но это лучше вот это все дело взять и прочистить, чтобы листья там не гнили. Вот у меня здесь только верхние листочки. Я их трогать не буду, они потом упадут, и у меня улетят в разные стороны. Просто беру и обвязываю. Обвязывать можно веревкой. У меня вот обычная старая тюль есть такая, потому что у нее тряпочка помягче, чтобы у нас не перетирались побеги веревка. Я просто беру и слегка-слегка, туго очень, не обвязываю. А немножечко, буквально, делаю вот таким вот букетиком. Это абсолютно много времени не занимает, но зато у нас зимой никаких проблем уже не возникнет. Потому что сейчас, к сожалению, каждый год погода бывает такая непредсказуемая, и ледяные дожди, и снег, и так далее. Зато у нас весной потерь будет мало. И будет у нас простор для творчества, когда мы будем проводить обрезку нацветения. Но это я вам весной тогда покажу, как я это делаю. Ну вот так вот связала я кустик. Теперь что я еще делаю? Обязательно я гортензию на зиму мульчирую. Ну, во-первых, это опять же от того, что, я говорю, бывает непредсказуемая у нас погода, оттепель, потом резкие морозы, чтобы просто корневая система у нас не вымерзала. Мульчировать можно компостом, перегноем. Я мульчирую кислым торфом. Ну, во-первых, мне это удобно для того, что это будет еще и у нас дополнительная подкорка. Как вы знаете, гортензии очень любят расти именно в кислой почве. Мульчируем мы при корневой зоне. То есть сам, здесь в центре кустик, и корневую шейку мы никогда не закрываем, чтобы она дышала. Прямо вот так вот беру и рассыпаю торф по кругу. Где-нибудь примерно слоем, там, 5-7 сантиметров. Вот, кстати, у меня вот этот кустик гортензии, он молодой, но он уже, видите, дал еще вот, от корня пошел новый прирост. Я его на следующий год пересажу, сейчас я его трогать не буду, потому что он еще маленький. Будет у меня еще дополнительно самостоятельное растение. Все. Вот на этом все работы по подготовке древовидной гортензии к зиме закончены. То есть, видите, времени абсолютно много на это не уходит. Что касается гортензии метельчатой, вот она у меня тоже растет рядом на этой клумбе, за ней абсолютно такой же уход надо осуществлять. Точно так же она, так как цветет на побегах к текущему году, точно так же ее обрезают, точно так же вот весной делают обрезку на цветение. А сейчас просто удаляем отсветший соцветия. Но у меня этот куст еще молодой, поэтому я вот, например, весной его буду обрезать очень аккуратно, буквально на 4-5 почек. Я хочу, чтобы на меня здесь был повыше. Вот и все, что я вам сегодня хотела, друзья, рассказать. До новых встреч и всем пока!